Совсем скоро стартует масштабная перепись населения. Она начнется 15 октября и продлится около месяца. Поэтому мы решили выйти на улицы города и поинтересоваться у паспичан, что они знают о переписи населения и для чего она нужна. А про перепись слышали? Перепись населения? А вы участвовали когда-либо? Угу. А знаете, для чего проводятся вот такие мероприятия? Ну, узнать количество жителей в городе, наверное. Ну, их численность населения, которое сейчас увеличивается из года в год, или наоборот уменьшается? Я знаю, все принимают участие в переписи населения. Это же нам выгодно. Правильно? Чем население больше, тем снабжение этого населения больше. Как выяснилось, 90% опрошенных понимают, что такое перепись населения и для каких целей проводится данная процедура. Отрадно, что в этом году вместе со стандартным форматом переписи принять участие в этом процессе можно еще и онлайн, в личном кабинете портала госуслуг. В связи с этим корреспонденты Каспий Медиа узнали, какой способ удобнее для жителей нашего города. Удобнее такой старый вариант, потому что человек приходит в волонтер, и он видит, сколько на самом деле человек в семье. Нет, все-таки такой формат, мне кажется, люди более-менее все равно хотят находиться дома, чтобы к ним пришли, сообщили о переписи. Можно, конечно, и онлайн, просто не каждый участвует сейчас в интернете, особенно в прежнее поколение. Как ни странно, традиционный формат проведения переписи поддерживает большинство каспийчан. Отметим, что участие в таком масштабном анкетировании, как перепись населения, позволит государству не только в цифрах узнать, какое количество людей проживает в России, но и даст понимание того, сколько нужно построить школ, детских садов, больниц и других учреждений, а также разрабатывать новые федеральные проекты и вести распределение средств на регионы. Обращаем внимание, в настоящий момент администрация города активно ведет набор и подготовку кадров проведения переписи населения Каспийска.